Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам подкину очень интересную идею, чем занять себя во время самоизоляции или во время карантина. Начну с того, что я очень сильно ступила. И когда только начиналась эта тема с самоизоляции, когда еще кое-какие магазины работали, я не рванула сразу затариваться материалами для хендмейда, а просто сидела и, не знаю, плевала в потолок. И сейчас я оказалась в дебильной ситуации, что у меня в шкафчике пусто. И я очень хочу что-то создать, что-то там нахендмейдить, но не могу, потому что очень мало вариантов. Только пару кусочков ткани, пару кусочков пряжи и все. И приходится обходиться с тем, что есть. Я уверена, что таких, как я, еще много. И, в общем, изделие, которое мы будем делать сегодня, оно подойдет для таких людей, у которых в шкафу осталось пару цветов, и их можно, например, сочетать, пару клубочков, и сделать из того, что осталось, какую-то интересную вещь. Мы сегодня будем работать с бабушкиным квадратом. Бабушкин квадрат я очень люблю, и в будущем планирую использовать также эту технику для одеяла. Но это когда у меня будет достаточно материалов, конечно. Почему мне нравится работать с этим квадратиком? Потому что это очень-очень легко. Изделия по-любому получатся у всех. Это невозможно, чтобы они не получились. И еще очень большой плюс, это то, что не обязательно, если ты решил делать, например, топик, останавливаться на топике по пути, можно передумать и сделать абсолютно что-то другое. Можно все, что угодно налепить из этих квадратиков, и получить какую-то другую вещь. И, в общем, здесь полет фантазии не ограничен. Можно сочетать плетеный бабушкин квадрат с лоскутками ткани, и получить вообще нечто очень оригинальное и классное. Можно сочетать разные цвета, можно использовать любой узор из интернета. Можно использовать мой узор, который я вам немножко позже расскажу. И вот так вот просто потихоньку лепить какое-то изделие. Начну с того, что покажу вам пряжу, которую я использовала. Это уже до боли вами знакомая пряжа. И я столько уже вещей и столько интересных штучек сделала. В общем, напоминаю, что это на половину хлопок, на половину лен. И пряжа очень приятная. Но я, если честно, вам советую все-таки взять пряжу потолще. Потому что я, на самом деле, запарилась с этими маленькими квадратиками. Мне пришлось сделать их довольно много, чтобы получилось на целый топик. А чем толще будет пряжа, тем меньше квадратов вам придется делать. Ну и так как пряжа у меня довольно тонкая, я использовала вот такой вот тоненький крючок. В моем bullet journey я нарисовала схему. Но на самом деле вы сможете использовать абсолютно любую схему бабушкиных квадратиков. Любую, при любую. Главное, чтобы они все были одинаковые и аккуратно, конечно же, сделаны. Ну вот у меня такая простая схема. Я специально, как всегда, сделала разных цветов ряды, чтобы просто легче было отличить. И здесь я решила нарисовать сам топик. И как я примерно вижу, с чем можно его сочетать. Это расклешенные джинсы или шорты, ну что-то такое потертое. Это вообще топик в стиле боха. И все, что касается боха, это будет очень в тему. Вот здесь нарисовала топик и ремень кожаный, шляпа какая-то. И сверху можно рубашку, можно платок, можно джинсовую куртку. В общем, блин. Этот топик, он такой очень-очень универсальный получается. Первым делом вяжем 10 воздушных петелек. Второй ряд. Начинаем с 4 воздушных петелек подъема. Потом делаем столбик с двумя накидами. Дальше провязываем 2 воздушные петельки. Теперь делаем незаконченный столбик с двумя накидами. И второй незаконченный столбик с двумя накидами. Эти 2 столбика провязываем вместе. Потом делаем опять 2 воздушные петельки и так заканчиваем ряд. Всего у нас должно быть 11 таких узоров. Начинаем третий ряд с тремя воздушными петельками. Дальше делаем 2 незаконченных столбика с одним накидом. И провязываем их вместе. Дальше делаем 3 воздушные петельки. Дальше делаем 3 воздушные петельки. Потом 3 незаконченных столбика с одним накидом. Провязываем их вместе. И опять делаем 3 воздушных петелек. В третьем ряду таких узоров тоже должно быть 12. Четвертый ряд начинаем с тремя воздушными петельками. Что приравнивается одному столбику с накидом. Дальше провязываем 3 воздушные петельки. В месте, где у нас 3 нижние воздушные петельки, мы вяжем 3 соединенных столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петельки. Опять вяжем 3 соединенных столбика с накидом. Потом 4 воздушные петельки. Дальше опять вяжем 3 соединенные петли с накидом, 2 воздушные и опять 3 соединенные. Как вы поняли, это у нас уголок квадрата. Дальше вяжем 3 воздушные петли. И столбик с накидом на столбик. После делаем опять уголок и повторяем узор по кругу. Дальше вяжем 3 воздушные петли. Пятый ряд очень простой. Делаем 2 подъемные петли. Провязываем столбики без накида по принципу 1 к 1. Лишь на месте, где у нас в четвертом ряду 4 воздушные петли, мы провязываем не 4 столбика, а 5. Наш квадрат готов. Соединить квадраты можно очень многими способами. Можно, например, их сшить иголкой и ниткой. Можно соединить просто один к одному. Я использовала метод столбиков. Назову его так. Смотрите, как я это делала. Берем 2 квадрата. Находим третью угловую петлю и через нее делаем 3 воздушные петли. Протягиваем нить через третью петлю другого квадрата. И вот первое соединение сделано. Теперь переводим нить на соседнюю петлю и опять делаем 3 воздушные петли. Соединяем их следующей петлей первого квадрата. И таким образом мы провязываем всю сторону квадрата. КОНЕЦ Я поставила топик на такую милую вешалку. Он у меня пока висит в шкафу, но я уже пару раз его одевала. Хочу показать вам, как я сделала лямочки. Очень-очень просто. У меня получаются здесь столбики без накида. Обычные. И по 6 в ряд. И вот такие длинные полосочки. И соединила их с другой частью. С спинкой. Сделала две идентичные. Я обработала края. Здесь у меня ряд с обычными тремя соединенными столбиками с одним накидом. И между ними 2 воздушные петельки. И вот так они у меня идут по кругу. И здесь тоже внизу. И в конце у вас точно будут разные ниточки. В принципе, учитывая, что это такое полу-кантри-стайл, можно вставить нитки. Нитки всегда приветствуются в этом стиле. Для этого топика я решила все срезать. И вот просто срезаем аккуратно. Сзади мой топик выглядит вот так. У меня спина такая немножко открытая. Но я сделала так, потому что я в основном буду его одевать с жилеткой или с рубашкой. И этот топик, он отлично будет сочетаться и вот с джинсовкой, как вот сейчас у меня, с рубашкой. Можно просто его носить, если слишком жарко. Но мне кажется, в нем никогда не будет жарко. Он очень классно проветривается. И еще очень интересно, что можно его украсить разными и камнями, и разными висюльками. Потому что Боха-стиль, он всегда только приветствует разные дополнительные украшения. Остается надеяться, что этот топик пригодится летом. Что, во-первых, будет хорошая погода. А во-вторых, ну, конечно же, вся эта ситуация самоизоляции пройдет. И жизнь вернется и будет как прежде. И мы будем гулять и наслаждаться природой. Я, если честно, очень-очень сильно соскучилась. Мне очень обидно, что весна проходит. И мы наблюдаем за всеми цветениями и зеленением деревьев через окно. На этой ноте я хочу сказать вам спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам было полезно. И что я вас вдохновлю на создание тоже какой-то интересной вот такой вещички. Если решитесь создать, отмечайте меня обязательно. Буду рада посмотреть. До новых встреч. Пока-пока. Сегодня прям с утра вышли на балкон и делали фотосессию моего топика и вообще меня на балконе. И Бубуся тоже с нами гуляла очень мило. Прям как будто такой маленький пикничок. Вообще, когда в шляпе выходишь на балкон, сразу такое морское настроение. Сразу, не знаю, такие классные воспоминания, как в Греции тусили. Как вообще ходили просто на природу. Ну, в общем, меня там Стэн сейчас ждет. Пойду делать завтрак. Пу-пу. Субтитры сделал DimaTorzok